Всем привет! В эфире Универ Ньюз. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем вам о самых интересных новостях из жизни Казанского Федерального Университета. С вами я, Лилия Талипова, и сегодня в выпуске. КФУ стал центром развития инноваций. В Казани наградили авторов 50 лучших инновационных идей. Студенты Казанского Университета побыли солдатами Российской Армии. 15 декабря в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета состоялась защита дорожной карты. На повестке дня стояли вопросы, связанные с учебной и научно-исследовательской деятельностью подразделения, медийным продвижением собственной СМИ и Федеральной Медиаполе. Подробности в следующем выпуске. А теперь главного новостя. С 14 декабря Казанский Федеральный Университет стал центром развития инноваций. Научная деятельность университета вышла на высочайший уровень. Проект реализации инновационного центра одобрен правительством Российской Федерации. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. 14 декабря на межвузовском форуме опорной университеты драйвера развития региона в Белгороде озвучили результаты конкурсного отбора приоритетного проекта правительства Российской Федерации «Вузы как центры пространства создания инноваций». В числе 51 вуза победителей конкурса есть и Казанский Федеральный Университет. Проект направлен на создание на базе университетов центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Победа в конкурсе для КФУ была предсказуема. В рамках развития инноваций в КФУ работают Центр симуляционной медицины, университетская клиника, собственные лицеи и виртуальные лаборатории. Казанский университет постоянно расширяет и укрепляет связи с предприятиями, инициируя совместные проекты и принимая заказы на исследования. Эта деятельность КФУ получила высокую оценку со стороны правительства. На проходящей в эти же дни в Москве выставке ВУЗПРОМ-Экспо-2017 министр образования и науки Ольга Васильева наградила ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в номинации «Знание будущего» за вклад в развитие коммуникации между наукой и бизнесом. Артем Тупичкин, Универньюз. В Казани наградили авторов 50 лучших инновационных идей. Награду достоили 139 конкурсантов по 8 номинациям. Из них 33 представителя Казанского федерального университета. 14 декабря в Казани подвели итоги 13-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Татарстана. Он проходил в течение года с 1 января 2017 года. Открыл мероприятие президента Татарстана Рустам Миниханов, который отметил, что за 13 лет конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий в сфере инноваций. Награду достоили 139 конкурсантов по 8 номинациям. Из них 33 представителя Казанского федерального университета, преподаватели, студенты и даже учащиеся в МИЦФКФУ. 139 победителей, 33 победителя представляет Казанский федеральный университет. Это как люди, подавшие на конкурсы через УИР, так и подавшие самостоятельно. В прошлом году из 143 победителей было 17 наших, в этом году уже из 139, 33 наших победителей. И надо отметить, что растет еще количество заявок, поданных на программу «Старт-1» и «Старт-2». И здесь, допустим, по сравнению с прошлым годом, у нас уже 4 победителя, это где уже идет финансирование в размер до 4 миллионов рублей. Подобные мероприятия позволяют школьникам, студентам, молодым ученым параллельно с учебой развивать собственные проекты, пробовать себя в инновационном предпринимательстве, выстраивать рабочие отношения с вузами, государственными органами и бизнес-структурами. На самом деле, моя юность, сколько даже не украшает проект, сколько и дает ему такую слабость, потому что, на самом деле, самые лучшие идеи, они зарождались еще раньше у людей. Мой проект представляет из себя неинвазивный глюкометр, сагметр. Что такое неинвазивный глюкометр? Инвазивный глюкометр – это устройство, за помощью которого вы сможете измерить уровень сахара в крови без крови. Проект инновационный тем, что он позволяет все-таки втягивать молодежь, включать молодежь в участие в научной деятельности. Конкурс 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан проводится с 2004 года. Его цель – стимулирование инновационной деятельности, пропаганда интеллектуальных достижений специалистов научно-технической сферы, содействие использованию интеллектуального потенциала регионов России и зарубежных стран в решении научно-технических и социально-экономических задач Республики. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Трудно спорить с тем, что нынешние призывники активно стараются отгостят армии. Но оправдана ли такая позиция? Герои нашего следующего сюжета уже прожили один день жизнью солдата. А с ними и наш корреспондент Анна Глазунова. Для ребят, которые не служили, трудно понять, что такое армейский распорядок. Но сегодня у каждого студента была возможность почувствовать себя настоящим солдатом. Собрать и разобрать автомат на скорость, попасть точно в цели с пневматической винтовки и как можно больше раз подтянуться на перекладине. Это лишь малая часть того, что должен уметь делать солдат. Студенты различных институтов и курсов Казанского федерального университета попробовали прожить один день из жизни солдата. Сложнейшее, наверное, было собирать и перебирать автомат, потому что я не делал этого давно. Но, в принципе, у нас была возможность потренироваться, и этого было достаточно, чтобы обновить свои знания. Ну, я после школы сразу в армию пошел, потом после армии уже поступил в Казанский университет. Но это как бы военное уже воспитание, патриотическое воспитание, патриотизм. Больше всего, наверное, разборка-сборка автомата, но это самое интересное для юноши, я так думаю. Вообще желание есть такое служить? Да, есть. Я хотел после, когда закончил, пойти служить. Важной частью является и строевая подготовка. Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий солдата в современном бою. Срок службы в армии сократился до одного года, и поэтому все-таки призывники должны приходить, имея какой-то практический опыт. Стрелять точно, метко, а главное уверенно. Здесь все имеет значение. Необходимо не только правильно держать автомат, но и быть предельно сосредоточенным. У многих студентов после такого дня появилось еще больше желания пополнить ряды российской армии. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Казанский федеральный университет открыт для любого сотрудничества. С этих слов начался семинар, посвященный вопросам российско-немецких отношений. Подробнее ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. Казанский федеральный университет 14 декабря организовал семинар по обсуждению вопросов международной деятельности вузов и российско-немецкого сотрудничества. Участие в семинаре принял проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В своем приветственном слове проректор отметил, что Казанский университет открыт для любого сотрудничества. А стереотипы о конкуренции среди университетов нужно разрушать, ведь все заняты общим делом. Также Ленар Латыпов предложил усилить сотрудничество между КФУ и немецкими вузами в проведении совместных исследований в области миграции и борьбы с терроризмом. Напомним, что Казанский федеральный университет сотрудничает более чем с 30 немецкими университетами, а традиция сотрудничества с немцами начата еще в Казанском императорском университете. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. А теперь о вкусных новостях. Наверняка многие начинают составлять список продуктов для праздничного стола. На какой из них стоит обратить особое внимание и безопасен ли в этом году самый популярный продукт, выясняла Аделия Шамилова. Что можно обнаружить в каждом холодильнике? Наверняка на почетном месте или на средней, а может быть верхней или нижней полочке, практически у каждого из нас лежат колбасные изделия. Кстати, многие из которых прошли проверку экспертами, сообщают Вестеру. Главный вывод экспертов – колбасы, произведенные в Белгородской, Владимирской, Вологодской и других областях страны, а также в Москве и Санкт-Петербурге, можно есть. Более того, практически все исследованные бренды безопасны для здоровья. Впрочем, выявлены и посторонние примеси. Как известно, докторская колбаса никогда не имела ничего общего с врачебной деятельностью. Однако, экспертам удалось выяснить, что у 14 брендов докторская колбаса содержала в себе следы антибиотиков. Но кому и для чего понадобилось использовать антибиотики в составе продукта? Выяснить это нам помог ученый-химик Казанского университета Аркадий Курамшин. В принципе, они могли быть уже в том месте, которое поступило на мясо комбинаты, потому что фермеры, ну или просто производители, ну заводчики мясного скота, они иногда добавляют антибиотики в корм, ну чтобы меньше болели. Но не только антибиотики были обнаружены экспертами во время проверки. Например, следы кукурузы не позволяют понять наверняка, была ли кукуруза добавлена в продукт намеренно или попала туда случайно. А вот как могли оказаться в продукте ДНК лошади или соя, по-прежнему остается неясным. Животные находились, лошади, коровы, свиньи примерно в близком соседстве и, соответственно, какой-то биологический след остался. Ну, насколько я знаю, конина стоит подешевле, разбавлять свинину конина, это не очень такой экономически выгодный вариант. А вот народный миф о том, что в колбасу кладут бумагу, полностью разрушен. Опасения и страхи не подтвердились. Бумаги, влагу удерживающих фосфатов, мяса, кошек, собак в долгой колбасе нет. Относительно неплохо у всех участников экспертизы с консервантами, стабилизаторами и красителями. Бензойный и сорбиновых кислот, используемых в качестве искусственных консервантов, не обнаружено ни в одном образце. Аделья Шамилова, Ленардо Валитиаров, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжай следить за самыми свежими новостями от команды Универ Ньюс. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова